Когда мы путешествовали по Шри-Ланке, мы снимали очень много видео, но большая часть из них почему-то совершенно без комментариев. Мы ничего не рассказывали, а только снимали видео. Поэтому сейчас я вам немножко расскажу. Вот эту красоту, которую вы видите сейчас на экранах, это местечко называется Пенавелла. Здесь находится известный слоновий питомник. Приехали мы в Пенавеллу достаточно поздно вечером, уже стемнело и легли спать. А утром проснулись в 7 утра. Именно сейчас на кадрах в 7 утра. Из балкона нашего ресторана мы снимаем вот эту красоту. Очень красивое место, до сих пор стоит в моей памяти. Прям очень хочу вернуться обратно. Александр, если ты за стол, то сюда заходи ко мне. Прям очень красивое место, до сих пор, до сих пор. Прям очень красивое место, до сих пор. Прям очень красивое место, до сих пор. Пиновала славится своим слоновым питомником. Изначально приют был открыт с целью спасения и заботы о многих брошенных родителями слонята. Сейчас же это популярное место у туристов. Каждое утро слонов проводят по городу к реке. Слоны ходят купаться. Представьте себе, мимо вас проходит 50, 60, а то и 70 слонов. Это очень впечатляющее зрелище. Как трубу. На слонов, будешь нырять? Да. А этот все так и любит. Может больно? Слоник купается. Лежит в водичке. Еще один идет купаться. Как ты не дышишь? Наверное, иногда. А, я думал, он боками не шевелит. Что-то он желтый, он землей посыпан красным. А они сами себе сонки спали. По днежарке был, наверное. Чтобы муфи не кусали. Поехали. Еще один. Сейчас. Сейчас. Солнце. 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 Что, пойдем? У меня такая погода нравится, комфортно, это рисовые поля. Среди ходит, там автобус большой едет. Среди ходит, там автобус большой едет. Среди ходит, там автобус большой едет. Парк. Немножко задняя. Парк. Парк. Их обрабатывают здесь. Все. Они делают все вручную. Да, все вручную делают. В несколько секунд, они могут поставить. Молом на улыбке. Молом на улыбке. Молом на улыбке. Это комплекс телерадио «Прищание Будды» Тамбала называется «Прищание Будды» «Прищание Будды» «Самын» «Прищание Будды» «Прищание Будды» «Музыка» Как жопа слона Балахастые друзья Я их боюсь Ну тогда обходи, они тоже тебя боятся Маймуны Давай я чуть-чуть поднимусь А его самого-то можно? Можно рядом с ним, можно к нему в полуобороте Трогать его не стоит, уйти не будет За это можно в тюрьму посудить Да, я не знал Чего? Не знал Просто он аж отоложен Но это особый сын, что будет не трогать Не обнимает Ты мне покажи, где он подошел Я думаю, где он не поворачивается И тут, как говорят, еще и много Дамбала Это не очень большой город в центральной провинции Матали в Шри-Ланке Известный с давних времен Туристы приезжают сюда исключительно ради золотого храма И выдолбленных в скале пещер Пещерного храма первого века до нашей эры Где собрано большое количество статуи Будды Этот объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО Дамбула называют золотой скалой не просто так Бежавший от преследования царь Ануратхапуры Валагамбаху, живший в первом веке до нашей эры, озолотил это место в знак благодарности Царь скрывался в Дамбуле 14 лет, а когда вернул себе трон, не позабыл о спасении Через тысячу лет другой царь тоже проявил щедрость к монастырю И скала в буквальном смысле стала золотой Главной достопримечательностью Дамбулы Золотой той и пещерные храмы Находится на 340-метровой гранитной одиночно стоящей скале Расположенной прямо посреди города Вход к горе, где находится самый крупный в Азии пещерный храм Дамбулы Украшен 30-метровой статуей Будды Практически самый большой в Азии Внутри горы находятся многочисленные ниши 5 пещер и 25 скальных келей Поверхность которых расписана буддистской живописью Более 1500 росписей общей площадью около 2100 кв.м. Там находятся 153 большие статуи Будды 73 из которых покрыты золотом А также 3 статуи королей Шри-Ланки и 4 статуи богов и богинь Все они хорошо сохранились Несмотря на то, что возраст некоторых превышает 2000 лет По правилам в храмы буддистские необходимо заходить босиком По правилам в храмы буддистские необходимо заходить босиком Соответственно перед входом даже на территорию монастыря Нужно разуться Мы конечно же тоже разулись Потому что правила едины для всех Неважно какой вере ты принадлежишь Но земля вокруг невероятно горячая Более менее терпима где-то еще в тенечке Но вот на солнце Вот Стас мне принес обувь Потому что идти я просто не могла Звучит Звучит Субтитры сделал DimaTorzok Сигирия находится в 30 километрах от Дамбала Мы приехали к скале уже вечером Времени на подъем у нас было мало Очень жаль, что получилось так Потому что нам очень понравилось это место При следующем посещении Шри-Ланки Обязательно проведем там гораздо больше времени Сигирия – это скала Которая стоит на равнении Высота ее 370 метров На скале находятся остатки дворца В пятом веке нашей эры Касапа, старший сын короля Детусены, должен был Наследовать престол, но отец решил В пользу младшего сына Касапа воспылал ненавистью к отцу И заключил его в темницу А позже участвовал в его убийстве Старший Магалана Ужаснулся от страшных Деяния старшего брата и скрылся в Южной Индии Опасаясь мести, Касапа решил построить столицу В труднодоступном месте И выбрал скалу Сигирия Его архитекторы расчистили место вокруг скалы И построили великолепный город Окруженный садами, фонтанами и бассейнами Соорудили самые изумительные лестницы в мире Ступинки вырезаны между лапами, горлом и челюстями льва На данный момент сохранились только лапы Весь остальной лев уже разрушен На вершине скалы был построен дворец Стадель Касапа прожил в этом дворце 18 лет И ни разу не спустился вниз Потрясающее место, очень красивое Нам там очень понравилось Мы встретили на этом месте закат И очень хотим вернуться туда еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Приехав к Сигири, мы отпустили своего водителя, который был с нами Сказали, что до отеля доберемся пешочком Нам было около полутора километров пешком от скалы до нашего отеля Через парк или по тропиночки по джунглям, но солнце на Шри-Ланке садится достаточно быстро Солнце село, солнце село к моменту нашего спуска со скалы, по которой нужно было пройти полтора километра Как-то резко стемнело и стало буквально темно, ну такие наступили сумерки-сумерки И мы шли по этой тропинке и нам по дороге встречались таблички, на которых было написано, что осторожно после восемнадцати возможно атака слонов Вот я помню, я очень это запомнила, было страшно, время было уже ближе, наверное, к половине восьмого Я шла и оглядывалась на эти джунгли, которые за маленьким заборчиком были справа и слева И ждала, что у нас выбежит какой-нибудь огромный злой слон Вот так вот К сожалению, мы не снимали видео в отеле, в том месте, там было очень мило и уютно